В 17 лет учиться в двух институтах, побеждать в международных турнирах по теннису, заниматься йогой и стараться помогать юным спортсменам. Все это реально совместить в одном человеке, если с самого детства он научится ценить свое время. Знакомьтесь, Анастасия Гасанова. Это сейчас Анастасия входит в 20-ку лучших взрослых теннисисток России. В мировом рейтинге она занимает 390 место среди всех спортсменок, выбравших для себя этот интереснейший вид спорта. Но когда-то Настя начинала свою спортивную карьеру с фигурного катания, несколько лет занималась плаванием для общего развития. До 9 лет совмещала эти виды спорта, потом поставила теннис на первое место. Я начинала с фигурного катания и тоже какие-то успехи делала, я не помню какие, но в итоге мама привела меня просто с собой на работу, так как мама тренер, и мне понравилось. Я просто ходила, собирала мячики, пинала в разные стороны, мне очень это понравилось. Мама Анастасии тренер по теннису, однако в процессе воспитания дочери Светлана Гасанова давала возможность Насте определиться самой со своим будущим. Я хотела, чтобы она сама определилась со своим выбором, она 5 лет занималась фигурным катанием, но потом поняла, что это не ее, и решила, что ей теннис ближе, понятнее и интереснее. Как и все дети тренеров, Настя много времени проводила на корте, породнилась с этим видом спорта. С детства у нее выработался довольно плотный режим дня, тренировки, уроки, ОФП. Так и сейчас каждая минута для нее является очень ценной. У нее был всегда дефицит свободного времени, и она научилась с детства его ценить и понимать, что нужно использовать с пользой. То есть ей жалко просто так там проваляться, ничего не делать. Она старается всегда что-то или принести кому-то полезного, или повысить свое самообразование. В школе Анастасия училась экстерном, больше уделяя времени спорту. Такое распределение сил дало ей успех во всех направлениях. Она осваивала школьные дисциплины с удовольствием. В отведенной для обучения время дня ее организм требовал знаний. Одно другое дополняет. Я в учебе умственно устаю, а на корте физически. Как-то так получается. Я учусь сейчас в двух университетах. Это РАНХИКС, длинное название, Российская Академия Государственной Службы и Народного Хозяйства. При президенте Российской Федерации. То есть президент поддерживает эту академию. Как бы там, я считаю, как основное мое образование. Я там на очной учебе и на индивидуальном плане. И также заочно в Саратовском государственном университете на тренера. Ну, уже по специальности, по своим. Анастасия поступила в эти вузы в 2016 году. Ее нынешний жизненный этап ответственный и местами напряженный. Поскольку в этом же году Анастасия практически не играла в юношеских турнирах по теннису. Она перешла во взрослые соревнования. Первый толчок к этому был сделан неожиданно для нее самой два года назад. Совершенно случайно тренер решила отправить меня в Грузию на тростный турнир «Десятитысячник». Тоже там я ездила с еще одним тренером. Ну, мы просто решили как бы попробовать себя и сыграть хоть какие-то турниры. Потому что тогда особо детских не было. Вот. И я выиграла тогда тот турнир и решила, что буду все-таки во взрослом продолжать. Призовой фонд – 10 тысяч долларов, уверенность в своих силах, вера в будущее. Можно сказать, что это был переломный момент. Теперь Анастасия идет вперед благодаря поддержке близких и нынешнего тренера Елены Юрьевны Брюховец. Наставница Настя – знаменитая олимпийская чемпионка. Они работают вместе три года. Анастасия переехала из Саратова, где ее тренировала мама в Одессу для того, чтобы заниматься у Брюховец. Так получилось, что год назад тренера Анастасии пригласили работать в Рязанскую академию тенниса. Настя поехала вместе с ней. И теперь, все это время, она выступает на соревнованиях от имени Рязанского региона. Этот медведь базируется прямо на входе в академию тенниса. Анастасия привезла его сюда как победный трофей с одного из турниров. Международные соревнования проходили в Химках в 2016 году. Призовой фонд – 10 тысяч долларов. Настя выиграла этот турнир. Как и многие награды Насти, этот медведь является местной достопримечательностью. За свою карьеру Анастасия Гасанова покорила уже пять взрослых турниров. Ну, я несколько раз была в Китае. Там в начале года я как раз выиграла турнир «Десятыхичник». Там так и называется он, что-то China Open, что-то такое. В последнее время мы выиграли первостой Европы, командная в Испании мы играли в финальные матчи. Вот, и еще перед этим я была опять в Китае на самом таком большом турнире, который я когда-либо играла в Даляне. Там очень большой призовой фонд, но там я сразу проиграла, что конкуренция очень высокая. Призовой фонд того турнира составил 125 тысяч долларов. В ближайшее время Анастасия вновь отправится в Китай. Сыграет там серию турниров с призовыми фондами 50, 25 и 100 тысяч долларов. Ей это нужно для того, чтобы заработать необходимые рейтинговые очки. Они пригодятся в следующем году. «Хотелось бы, конечно, попасть на Ирлан Горос, потому что на Австралию на Open я уже, думаю, не успеваю. Это практически нереально туда попасть. А на Ирлан Горос это в июне, в начале июня. Мне очень нравится Париж, поэтому я очень хочу туда попасть. Но вообще планируем с тренером на US Open в конце года, в сентябре». Турниры «Большого шлема», о которых идет речь, являются самыми престижными в мировом большом теннисе. Для того, чтобы туда попасть, у Анастасии есть все шансы. Но она не останавливается на достигнутом и к своему режиму дня прибавила еще одно нововведение. «Я вот с недавних пор начала заниматься йогой. И вот утром я встаю, чищу зубы и иду делать йогу до завтрака. Бывает кросс бегаю, но редко, потому что сейчас еще холодно стало. Вот, делаю йогу, завтракаю, иду тренироваться, тренируюсь. И отдыхаю, делаю уроки, сплю бывает днем. Потом или вторая тренировка, или дальше отдых. И после второй тренировки тоже прихожу домой, делаю уроки и спать». Это режим дня Насти. Теперь йога – это то, что дает ей новые возможности. Осваивая дисциплину, Настя применяет ее на корте. Дыхательные техники йоги помогают ей успокоиться, набраться сил и смотреть на ситуацию с холодным рассудком. «Он занимается для того, чтобы постичь себя и помогать себе быть более уравновешенной, быть более хладнокровной. Потому что захлебывается, когда в эмоциях, очень сложно контролировать себя на корте, свои действия». По словам Светланы Гасановой, скромная в общении Настя, очень эмоционально на корте. Однако такой живой темперамент не мешает теннисистке выигрывать турниры. Уже сейчас она нашла способы сбалансировать эмоции, выражать их и в других направлениях своей жизни. «Мне нравится очень рисовать. Я довольно-таки думаю, хорошо рисую. И это помогает мне все-таки успокоиться, как-то в себя прийти иногда тоже. И всякие виду записи, даже пыталась книгу писать». Книга пока небольшая, занимает несколько страниц. Наша съемочная группа узнала о ней первая. В своей книге Настя не делает акцент на том, что она уже чего-то достигла. Она старается поделиться опытом, описывая ситуации своей жизни. «Ну вот да, какие-то жизненные ситуации, как себя перебарывать. Вот есть маленькие девочки, мальчики, которые спрашивают советы у меня. И вот решила опытом своим поделиться». Анастасию в свою очередь поддерживает сейчас хорошая команда. Тренируется Анастасия больше с юношами. У них удар посильнее. Так ей удобнее. Тактику отрабатывает в большей степени с тренером. А мама Анастасии, наконец, может быть просто мамой для нее. Хотя сама продолжает тренировать спортсменов здесь, в Рязанской академии тенниса и в Саратове. «Я стараюсь ее поддерживать, потому что, на самом деле, я поэтому, когда ее отдала, до 14 лет она у меня тренировалась. Потом, когда я ее отдала в более опытные руки Елены Юрьевны, я и сделала для того, чтобы остаться мамой. Потому что, когда жизнь с корта переносится, жизнь дома, это очень сложно. А когда я могу быть просто мамой, просто ей посоветовать, помочь, вкусно покормить, то и ей легче стало». Внутренних сил Анастасии хватает на достижение больших результатов в спорте. За свои успехи она неоднократно получала благодарственные письма от губернатора Саратовской области. Но не спортом единым хочет быть счастлива Анастасия. Ее мечта – получить красные дипломы в вузах. Мы же, со своей стороны, желаем успехов теннисистке. В том числе, это нужно и для тех людей, которые уже сейчас могут брать с Анастасией пример для своего развития. В следующей программе мы заглянем в самую чащую леса. Увидим охотничьи угодья. Экскурсию нам проведет старший инспектор охотнодзора Рязанской области Сергей Кузин. В своей профессии он уже 10 лет. Ведет контроль за численностью животных, охраняет лес, да и сам не прочь поохотиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова